Что необходимо вам для начала работы в аэродизайне? Мы соберем сейчас с вами все необходимое, то, что вам понадобится для работы в аэродизайне с минимальными денежными вложениями. Для начала необходим будет баллон 10 литров. Конечно, есть и 40-литровые баллоны, и 20-литровые. Но для того, чтобы изначально начать и понять, остаетесь вы в этом бизнесе, не остаетесь, можно взять 10-литровый баллон. Этого будет достаточно для надувания 100 гелевых шаров 12-дюймового размера. 10-литровый баллон предназначен для надувания 12-дюймовых шаров в количестве 100 штук. Вам необходим будет калибратор. В праздник Мастер продается чудесный калибратор. Их производство. Вот такой вот так он выглядит, собирается очень легко. Потом необходим будет насос ручной, для того, чтобы надувать шары, делать ромашки. И, конечно же, компрессор. Компрессора тоже бывают разные. Их очень большое количество, разных производителей и так далее. Я, если честно, много-много лет использую вот этот компрессор. Он полностью меня удовлетворяет. И калибрую я шары с помощью вот этого калибратора. Дальше необходимо будет обязательно вам обработка. Я вам хочу порекомендовать обработку там-то флай. Производство праздник Мастер. Она есть в разных объемах. То есть минимальный объем с дозатором уже идет. Есть средний объем. И максимальный объем. На первое время работы с воздушными шарами такого объема вам будет достаточно. Потом вы можете взять средний или большой. И переливать маленький, с помощью которого вы можете работать и обрабатывать шары. Дальше вам необходима будет лента. Многие ее называют тесьмой для воздушных шаров. Я рекомендую взять для начала серебро и золото. Потому что это такие классические цвета, которые подходят для любых шаров. Можно еще, кстати, беленькую взять, которая тоже ко всем шарам подходит. Целую линейку лент пока выстраивать не стоит. Еще касаемо баллона, я рекомендую сразу приобрести редуктор на баллон. Они есть тоже разного происхождения. У меня производителя есть наш российский и Канвин Америка. Я советую брать сразу хороший редуктор, который будет вам служить очень долго. И не экономить на оборудовании. Но в целом для начала подойдет и наш российский производитель. Если вы хотите работать с мини-фольгой, вам необходим будет запайщик. Вот так он выглядит, чтобы запаивать фольгированные маленькие шары. А еще, конечно, можно взять пачку воздушных шаров ассорти. Но я рекомендую вам приобретать шары, когда у вас будет первый заказ. То есть заказчик вам обозначит цветовую гамму. Купите те шары, которые вам необходимы. В целом это вот минимум, который необходим при начале замечательного бизнеса, как аэродизайн.